Праздник к нам приходит. С каждым днём город расцветает новыми красками. И вот, когда до Нового года остаётся совсем чуть-чуть, вокруг главной ёлки страны разворачиваются всё более интересные события. Администрация города будет дарить жителям столицы праздник вплоть до новогодней ночи. Её, к слову, также можно будет отметить в парке у администрации. Запланированы мероприятия, которые стартуют в первые часы Нового года. С сегодняшнего дня по 30-е у нас здесь будут проводиться художественные выставки, выставка художественной школы. Будет интерактивное общение с детьми Дед Мороз и Снегурочка. Вечером будем показывать художественные фильмы, мультфильмы новогодние. Пейзажи, натюрморты, портреты – всё это было представлено на выставке в парке. Ученики Сухумской художественной школы выставили на суд взыскательной публики работы, способные удовлетворить запросы самых тонких ценителей искусства. Всё посвящено детям. Возле этой ёлки и взрослые дети, естественно, с родителями. А вот мы, значит, наше мероприятие, это наша работа повседневная. Мы её сегодня выставляем. Ну, конечно, не все работы постарались более такие, значит, хорошие работы вынести. Параллельно с выставкой проходил пленер. Упор делали на пейзажи. Это в Абхазии, где-то я сама придумала. Там переулок был, раз сзади боли. Я савмина, я нарисовала, вышла с мольбертом, ну, сама как-то. И решила здесь раскрасить. Подобная выставка первая в своём роде. За работами своих учеников пристально следит их наставник, директор художественной школы Тимур Кайтан. Выставка, можно сказать, такая первая на пленере. Мы, в принципе, рассчитывали её делать в помещении. Но так получилось, что праздник есть праздник. И всё надо, естественно, выносить на улицу. Сегодня такой прекрасный день, праздничное настроение. Казалось, что в парк пришёл весь город. Выставка собрала самых разных зрителей. Увидно, что это талантливые дети. И будут дальше развиваться. Картины содержательные. Есть что посмотреть. Я очень рад, что в нашей школе художественной есть такая молодёжь. Очень приятно смотреть. Уже сегодня выставка заканчивает свою работу. Многие её посетители выразили надежду, что подобные мероприятия будут проходить чаще. Илана Казанова, Науран Кваб, Абазатова.